Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры! Многие из вас знают, что в еврейском мире есть традиция, когда всё пятикнижие Моисея, Тарат Маше, как мы её называем, разбито на отрывки. И это сделано так, чтобы в течение года можно было прочитать всё пятикнижие сначала до конца и потом начать следующий круг. Весь Израиль, весь еврейский мир читает по всем синагогам недельную главу, которая называется Моор. И одна из особенностей этой недельной главы заключается в том, что в ней содержится перечисление всех праздников Господних, или как их иногда называют, еврейских праздников. И нам подумалось, что это прекрасная возможность для того, чтобы в этот день поговорить об одном из важнейших праздников, которые, безусловно, есть в этой недельной главе. Это праздник Шаббат, суббота, как мы говорим об этом по-русски. Дело не только в том, что Шаббат служит знамением завета между Богом и еврейским народом, по сути, в нём сокрыты огромные духовные истины. И мы, конечно же, не сможем поговорить сегодня обо всех. Могу сказать, что самый большой трактат в Талмуде, он посвящён именно субботы. Мы сегодня хотим поговорить о каких-то отдельных важных истинах, которые, может быть, наиболее интересны для нас, верующих в Иешуа, Мессию, или по-русски, как его называют, Иисуса Христа, Господа нашего, который приходил в этот мир и который, как известно, есть Господин из субботы. И поскольку именно Шаббат является базовым праздником в иудаизме, то, может быть, в дальнейшем мы будем возвращаться к этому для более правильного понимания и остальных праздников Господних. Итак, если говорить о субботе, то, наверное, нужно начинать с текста, который записан в книге «Берщик бытие», 2 глава, 2 стих «Бытие», 2 глава, 2 стих здесь записано. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел Своих, которые Он делал». Как мы видим, в русском переводе стоит слово «почил». Это перевод, который сделан со слова, которое имеет тот же корень, что и слово «шаббат». Это правильный перевод «почил». И с древности еврейские мудрецы обратили внимание на то, что в этих стихах получается, что Господь как бы закончил все Свои дела. И отсюда первая идея, которая связана с субботой. Идея называется «Тахлид» в иудаизме, что значит, что по сути суббота является концом творения этого мира. Но что значит конец? Если мы посмотрим, то в семь дней недели Бог творил этот мир. И это будни, как и мы работали. И вот когда пришёл этот седьмой день, начался шаббат. По сути, трудно же представить себе Бога, который ничего не делает. Да и, собственно, нет в шаббате смысла, что ты не должен ничего делать. Шаббат — это время, когда ты осмысляешь достигнутое. Шаббат — это время, когда ты анализируешь пройденный путь, трудовой путь, духовный путь. Поэтому войти в покой, войти в шаббат Божий, дабы пребывать вместе с ним, это не означает просто перестать что-либо делать. Это означает совершить праздник по окончанию труда. Таким образом можно прийти к выводу, что шаббат — это как бы результат работы, венец её, завершение. И поскольку любой творческий труд, производственный труд, он в конечном счёте существует ради результата. То есть если художник, например, рисует картину, и, конечно же, каждый этап рисования, творения, он очень важен. Будь то, когда ему нужно грунтовать, смешивать краски или готовить кисти, другие какие-то вещи делать, наброски. И они, конечно же, все эти этапы в его творчестве очень важны. Но всё это несравнимо с результатом, к которому, собственно, стремится художник. Именно он делает результат, делает художника великим. Если мы посмотрим на картины Ван Гога, Леонардо да Винчи, мы увидим, что там много очень важных элементов, которые они совершали. Кто-то открывал особый состав красок, кто-то открывал новую технику рисования, творения. Но только конечный результат сделал художников великими. Именно поэтому мы должны говорить о том, что шаббат, покой, это прекрасный результат всей трудовой недели. Интересно, что если мы читаем послание к евреям в Новом Завете, мы находим вот какие слова. Евреям 4 глава 3 стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в небе моем, что они не войдут в покой мой». Хотя дела его были совершены еще от начала мира. Автор послания утверждает, что уверовавшие в Ешуа входят в покой. Интересно, что если первоначально послание и было написано на еврите, к сожалению, до нас эти тексты не дошли, а греческий язык не передает смысл еврейского слова шаббат, но поскольку здесь фигурирует слово покой, то мы можем предположить, что автор имел в виду именно шаббат. То есть получается, что уверовавшие в Ешуа, в Иисуса, входят в шаббат Божий. Что это такое? Еврейская традиция с древних времен видит связь между шаббатом и тем самым грядущим миром, которое мы называем Царствие Божие, мы называем Царствие Небесное. Главное, что это место, где присутствует сам Бог. И в этом важнейшая истина. Почему шаббат отличается от других для еврейского народа? Потому что в этот момент мы стремимся, отключившись от всего мира, сосредоточиться на том, что в нашей жизни присутствует Бог. Интересно, что с древних времен еврейские мудрецы обратили внимание на то, как первоначально звучит заповедь о шаббате. Если мы с вами посмотрим книгу Исход, 20 глава, 8 стих, написано, «Помни день субботний, чтобы светить его». Именно помни, не соблюдая или исполняя, что тоже, собственно, должен делать еврей. Но помни. Почему помни? Потому что день этот напоминает каждому еврею, что придёт момент, когда он перейдёт из этого мира в Царствие Божие. Интересно, что в сегодняшний день, когда у израильского народа нет ни храма, нет ни жертв, обряд, который принято совершать в субботу, очень напоминает обряд поминовения усопших. Почему? Потому что и то, и другое ассоциируется с переходом в Царствие Бога Отца. Библия открывает нам, что покой, шаббат, это как бы наш конечный пункт. Почему? Потому что в нём пребывает Бог. Именно поэтому между Мессией и шаббатом есть тесная связь. Именно поэтому Иисус говорит, Сын человеческий, Господин, из субботы. Он сам есть покой. Интересно, однажды, будучи здесь на земле, мы можем об этом прочитать в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, Ишо говорит такие слова, «Придите ко мне, все труждающие и обременённые, и я успокою вас». Он сам есть покой, и Он может дать нам этот покой. Сегодня среди еврейского народа очень часто на каноне субботы принято приветствовать друг друга словами «шаббат шалом», если буквально эти слова можно перевести как «мирные субботы». Однако мы должны понять, что слово «шалом» — это не просто мир без войны, как это может быть в русском языке, или мир как вселенная, как космос. Слово «шалом» в еврейском языке означает «мир Божий», мир, несущий благословение. Шалом, по сути, это высшая форма благословения. Более того, возможно, эту тему мы раскроем в одном из наших последующих уроков. Есть здесь намёк на то, что шалом является одним из имён нашего Бога. Таким образом, мы понимаем, что одно из первоначальных назначений субботы — это принести человеку благословение, к которому, по сути, мы так все и стремимся, точно так же, как Царствие Божие, к которому мы стремимся. Ещё одна грань субботы отражена в слове «минуха». Его часто называют «йом минуха», что значит буквально «день покоя». Слово «минуха» — это, собственно, производное от глагола «ланоах», что значит «отдыхать», «покоиться», «утешаться». Интересно, что с древних времён, и мы можем увидеть это у многих из пророков ветхозаветных, мы видим, что по отношению к грядущему мессию они используют имя или слово «утешитель». И если мы прочитаем с вами, как Матфей в своём Евангелии цитирует одного из таких пророков, в книге Матфея, 4 глава, 14-16 стих, записано «да сбудется речённое через пророка Исаию, который говорит «земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране, и тени смертные воссиял свет». Мы видим такое пророчество, которое говорит, и здесь можно увидеть несколько географических названий, которые дают нам привязку к местности. Интересно, что в древние времена, когда люди читали эти тексты, люди верующие, они, видя вот эти географические признаки, вычислили место, на котором это должно произойти. То есть, если просто взять эти все географические признаки, свести воедино, то получится одна точка на карте, и на этой точке было построено селение, которое на еврейском языке называется Кфар Нахум, что значит буквально «деревня утешения». Если мы будем читать в русской Библии, это название Капернаум. И это название Нахум, утешение, происходит от того же самого корня, что им Менуха, Шаббат, что и Утешитель, одно из имен ветхозаветных имен или пророческих имен Мессии. Смотрите, как интересно получается, что после своего выхода на служение Ешуа практически уже не появляется в Назарете, а, можно сказать, курсирует между Иерусалимом и Капернаумом. Почему? Потому что с древних времен в это место стремились все люди, ожидающие утешения, ожидающие приход утешителя. И когда Ешуа пришел, он прекрасно знал, что где найти тех страждущих, познать волю Божию в Капернауме. И он приходил туда, он жил в доме, видимо, у Петра в основном, и давал людям возможность найти его. Итак, Шаббат — это успокоение, утешение, освобождение, можно сказать, от той рутины, которая сопровождает человека на протяжении трудовой недели. И именно он дает возможность человеку, освободившись от своих повседневных обязанностей, хотя бы один день в неделю посвятить максимально возможное время Богу, молитве, общению к ним, самоанализу. Самоанализ обычно приводит к покаянию, потому что мы всегда анализируя себя, находим свою неправоту. Таким образом, именно Шаббат дает возможность исправить или улучшить в себе. По сути, это есть день, когда верующий человек совершает ревизию своей души. Именно поэтому с древности еврейские мудрецы стали говорить, что этот Шаббат это не только конец, но это еще и начало. Почему? Потому что именно в Шаббат происходит там духовная подготовка, которая нужна каждому человеку. Он дает ему духовные силы, он дает ему очищение, нужное ему для последующих, для последующей рабочей недели. И в отличие от других праздников, которые в еврейском народе празднуются раз в год, праздников Господних, Шаббат, который является басисом для всех еврейских праздников, посмотрите, может быть, мой урок «Две субботы, одно воскресенье», я там немножко больше об этом рассуждаю. И именно Шаббат является тем, что еврейский народ празднует каждую неделю. Просто без этого нельзя жить. В заключение я хотел бы сказать вот что. Вы, наверное, обратили внимание, что я не стал вдаваться в подробности, влезать в дискуссию на тему «Нужно ли христианину соблюдать субботу?» или «Что нарушает субботу, что не нарушает?» На эти темы ведется много дискуссий, написано много книг, и я не хочу повторять то, что уже есть. Я просто надеюсь, что благодаря этому уроку каждый, кто его посмотрит, быть может, сделает вывод для себя, как ему относиться к субботе. И даже если ваше мнение не будет соответствовать моему, в этом нет ничего страшного. Мы должны иметь свое мнение. Да благословит нас всех Господь! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Шаба-шалум Шаба-шалум Бог наш благ, поем и славит Бог наш благ, посвятим мы Бог наш благ, и нет сомнений Бог наш благ, скажи о них И размышляя, как любит он Мое сердце воспоет, пламую И я танцую в любви к ней Отдаюсь ему всей душой Бог наш благ, поем и славит Бог наш благ, воскликнем мы Бог наш благ, и нет сомнений Бог наш благ, скажи о них И размышляя, как любит он Мое сердце воспоет, пламую И я танцую в любви к ней Отдаюсь ему всей душой Шаба-шалум 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 Продолжение следует...